У нас нет общины русских. У нас русские это постоянные жители Узбекистана, их очень много. И практически это вторая титульная нация, я бы сказал. Потому что Ташкент для русских это такая же родина, как и для узбеков, как и для многих других национальностей, в том числе и корейцев, немцев и так далее. Но у русских просто больше, чем тех других и третьих. Только поэтому. Мне кажется, рассматривать русских как этнографическую общность в Узбекистане совершенно бессмысленно. Потому что бабушки с балалайками, это уже называется фольклор домов культуры времен социализма. А на самом деле... Диаспоры у нас нету, да. Как таковой, да, диаспоры у нас нет. Пока мы не считаем себя диаспорой, хотя нас пытаются такое представить. Ну, сохранять национальную культуру, а здесь национальной культуры как таковой русской не существует. Это уже общерусская, не национальная, а общерусская городская культура, которая сюда проникла во второй половине 19 века. А, конечно, у нас дело в том, что крестьян, сословия крестьян вообще не было в Туркестане. Оно появилось только в конце 19 века в результате переселенческой политики, которая возникла в голодные годы по-волжски. Это были 90-е какие-то уже годы. И, кстати говоря, российское правительство, императорское, оно поддерживало переселенческое дело очень ограниченное число лет. Потому что до революции уже переселенческое дело было закрыто. То есть не было поддержки государству переселению сюда русских крестьян. Потому что переселять могли сюда только крестьян. Если человек не состоял в крестьянском сословии, он переселенцем быть не мог в Туркестане. В Сибирь мог, пожалуйста, там кто угодно, а в Туркестан нет. И поэтому переселение очень быстро закончилось. Здесь нет свободных земель, не было особенно. Они появлялись спорадически только из-за проведения каналов, вот скажем, великим князем и так далее. И тогда можно было здесь кого-то поселить. Но настолько другие здесь условия хозяйствования были, что крестьяне не очень-то приживались. Потому что тут еще надо было учиться, как хозяйствовать на земле. Получалось, но не у всех. И самого сословия крестьян здесь до конца 19 века просто не наблюдалось. Соответственно, и национальной культуры в нашем понятии, вот этом вот, в платочках, сарафанчики и прочее такое, это все существовать не могло. А вот потом оно немножко появилось, но это все такое бедное очень было. А советская культура, которая на это делала, значит, упор, создавая вот национальные оркестры, баллаичников, они, так сказать, были далеки от национальной жизни. И в России и здесь. Потому что во многих местах они искусственно созданы были. Вот, и естественно, этого здесь не прижилось. Поэтому здесь в этом смысле говорить бессмысленно. А так, конечно, российское население здесь очень быстро росло, семимильными шагами. Связано это с освоением Туркестана, созданием российской провинции здесь, так сказать, определенной совсем по другим законам и так далее. Русские – это завоеватели, которые хотят, чтобы за это еще их любили. Все народы дистанцировались от завоеванных всяких там французов. Русские говорят, не, пойдем, мы построим себе заводы, фабрики там, все. Но ты будешь вечно вторым. Ты будешь нас любить. А русские не могут это его не любить. А взбеки в этом плане тактичные люди. Ну, ладно. Ну, вот такие дела. Людмила Николаевна Ортенберг. Лет 15 назад, 20. У меня познакомился Даша Сергашев, заслуженный работник в культуре, замечательный. Он еще до сих пор 93 года жив, слава богу, дирижер военных. Он меня с ней познакомил на концерте. Я говорю, ну, Николаевна, она детский врач. Детский врач еще до новой эры, да? Ее отец был врач до революции. Она врач. Маркович. Ортенберг, я даже не знаю, немцы это или кто там, да? Чему я говорю? Я говорю, ну, Николаевна, напишите, напишите минуар. Причем, уберите там идеологию, я просто, что вы любили, собирались, что пели, кому завидовали, кого поддерживали. Вот это русская жизнь. Вот почему мы сейчас приближаемся к резервации в каком-то смысле? Ну, не резервации, потому что взбеки в этом плане очень тактичные люди, но в каком-то смысле. Да потому что нет избыточности. Резервация начинается, когда все штучное, все, как говорится, это самое, редуцированное, да? А раньше было полноводие. Я помню, если мы в 70-е годы шли вот там вечером, суббота, воскресенье, да? Еще штормовая молодежь не появилась. Она появлялась на танцах, она появлялась в ресторанах немножко там, да? Появлялись такие маленькие дочки, которые просто ходили, вот по Ленинской ходили от гастронома до Сая, да? Это как по Цветаевой, слегка соприкоснувшись рукавами, нельзя было пройти вот этой молодежной среде, такая была пора. Я изумлялся тогда, временами приходил такой, как это было, как совпала, вода, беда, война, беда, мечта и юность, и это все меня запало, и лишь потом во мне очнулось, когда все это, нахер, развалилось. Я думал, я же временами вспоминал, откуда такое полноводие русской жизни? В окружении, а, русской жизни, другой, который там по словам искаловался, этих колхозов, все это обеспечивало, да? И вот это вот полноводие, да, все говорят, а если русские, то они европейтизированные, все по-русски говорят, как-то. Огромное количество, ну, часть уезжала, перспективные молодежь там заканчивали, из горизонта сгинули там, бам-бам-бам, вузы России и оставались там. Но все равно оно себя воспроизводило, да, это было интересно, да, где кругом мат, даже мат такой русский, а не мат тоже русский, да, все такая вот полноводие-то такая классная вообще вещь, потрясающая вот. Вот. А потом, потом, да, потом как-то все незаметно-незаметно, и это все рухнуло. Хотя я думал, что это никогда не должно быть. У тебя должен быть обком, обком распределял, гастроном выдавал, только базар торгового один и остался, базар наш. Нет, было потрясающее ощущение. Здесь можно было выбрать, здесь родители могли не беспокоиться, выбрать пару для дочки, для сына, да. Вот, какая-то перспектива. Заводы. 29 русскоязычных школ. Огромное количество заводов, да. Культурная жизнь, ну, настолько, настолько периферия подваляла, она была, да, нормальная. Все, все, что было, как говорят же, там, если нету, там, театра, там, музыкальной филармонии, это уже не город, населенный импорт. Она была городом, потому что все признаки были. Колоссальный спорт вообще, там, художник, художественная жизнь, да, вот. Вот, фон, там, ну, пускай она была идеализированная, там, все, но это создавало культурную среду. Мы в 70-е годы, я помню, с Васей Крыловым Абаимовым ходили, что-то там размышляли, спорили о каких-то с теперешней точки зрения, о пустяках, там, какая-то там, какие-то там того времени художники, там, любая новация вот такая фигневая, да, уже то время было, ну, события, мы там переживали ее, да, вот. Это нормально было вообще, вот. Ну, конечно, мы там не получали чего-то полузапретного или там какого-то такого. Я в Москве это догонял, там, покупал у Марка Шагала альбом, да, за 300 рублей. Ха-ха-ха-ха, да, там, Мадильяне, да, или что, ходил там на какие-то выставки. То есть это, конечно, кое-чем догонять можно было только в Москве. Тут это было, и я мог приехать с альбомами, и я знал, что кто-то это, да, там, Славик Ахунов, да, там, другие все, это Сарьга, который, Мамут Чурлов, да, и, наверное, все, это та, которая, это, оценит воспитание, оценить не в смысле там, Ах, это здорово, потому что сопереживать будет, это же, это и есть, в общем-то, соучастие, да, когда ты человек, это империя чувств. Я вам покажу фотографии своего дедушки, да, и скажу, это мой дедушка, он воевал в русско-японскую. Вы можете поступить как компьютер, сказать, да, это его дедушка, не его, он воевал в русско-японскую, а не в англо-бурскую, да. А, это нифига, это как компьютер. А вот если вы воспитаете к этой фотографии, да, воспитаете восхищение, сожаление, удивление, там, да, чувства, вот это присвоение мира. Вот этот знаменитый фильм «Осимы империи чувств», он манифест, только одним названием манифест, да, человек присваивает мир через эмоции, чувства, да. Поэтому Лейбнит когда-то говорил о важности эмоционального познания Рембрандта, почему это и важно, можно прочитать 10 лекций о патриотизме, а можно один раз спеть, с чего начинается родик, да, и в того и будет важнее, это 100% такая вещь, да. Вот, и вот это здесь все было, это все было, причем, как всегда, как всегда, без понимания будущего. Весь оптимизм и самодостаточность счастья любой формации, что они не знают будущее, да, что это все рухнет, что это все куда-то прокатится. Была антиохия на Аронте, там, например, да, когда к сирийцам, там, греки, там, поздние лины пришли, приходили, да. Вот, потом вот здесь вот, так сказать, антиохия на Маргеллан, Сае, ну, как завоеватели русские пришли, но это был такой мир, который делился своей европейскостью, да, это такая важная вещь. Город строен по-европейски, образование новое, все, люди приезжают, а люди в то время русские, надо отдать должное, это были пассионарии, самого классного вещь. Вот, почитаешь, как Каразина, да, Николай Николаевич, о, какой был человек, вот, как добирались раньше русские. Поезд, поезд пришел в Ташкент, если я не изменяю память, в 92-м, 1800, да, через Каспий, Туркмения, да, Самарканд, да, а потом только сюда. А как добираться с России без железных дорог, а, это надо было, а это же там, это же, это же домашние какие-то вещи, там, жена приезжает к какому-нибудь тут чиновнику военному, да, потому что мир прошлого, это в основном мир чиновников, гражданских и военных. И это нужно было добраться, во-первых, у тебя не скушали тигры, которых, знаешь, сколько было завалов, вот. Последнего тигра Ферганю убили в 904-м году, князь Голицын. Это такое было молодечество. Русские офицеры собирали компании и охотились на тигра. Представляете, в 904-м году, до сих пор чуть-чуть в Ташкентском музее, до сих пор. Вот, тигры были как реальность вообще-то, нужно было добраться, нужно было все это такое. Это же вообще, как бы, целое, это сильные люди были, сильные были люди, несомненно. Вот, и это все заложило основы, основы не столько, может быть, не столько русскости, не столько русскости, а европейскости. Мы же забываем о том, что Петр Первый, который затолкал вот эту толстозадую Россию в европейский контекст, это началось с того, что, ну, идеология, там, там, балы, там, отсутствие бороды, там, костюмы, там, кофе, да, вот. А чувствовать, чувствовать научили по-европейски кто? Литература 18-го века. Голдсмит, да, Галамбер, Вольтер, Руссо, Филдин, да. Это предлагалось клише, то есть, предавался код, а ты должен, а литература его раскодировала, как реагировать на эту, на эту, на эту, и в результате и барышни, и небарышни получали чувственный опыт европейского, опыт чувственности европейского, так сказать, природы. Ну, потому что мы чем отличаемся, вот, с тобой, там, которые в ширкате тут живут, они, некоторые вещи, они там тоже понимают и все, все нормально, но они чувствуют по-другому. Поэтому это вот начинается основа, а потом идет тоже, я говорю, простые вещи, ощущения, когда рождаешься в среде, где тот язык, который ты понимаешь, русский язык же это, что не говори, это все-таки богатейший язык, и все, в принципе-то тоже богатый, но просто он меньше варился в сфере современной литературы, а русский язык, слава богу, и вот на этом языке можно было говорить, там, все, хотя всегда было ощущение, как бы, единства, единства жизни вместе с узбеками, с татуками, которые здесь жили. Я помню, мы в детстве говорили, пойдем залезем в сад не за яблоками, а за алмаками, алмаками, залезем не на дерево, на дараху, там, там, кабутар, это по-узбекски голубь, там, пойдем гонять капторов, там, вот такие вещи. Как-то оно такое, оно было. Но что интересно, я заметил, какая разница, когда русские отсюда по уезжали, появились дикие горы, какие-то одичавшие. Русские подростки, да он бы, он бы покончил с собой от сознания того, что это где-то есть, и он это не сломал, не достал, не поднял, понимаешь? Это была такая активность пассионера, да? Можно было пойти куда-то туда, можно было туда. Такой мир был активный российский, поэтому Гавлея не было, их всех бы скушали, перебрали, продали бы и так далее. Это другой способ существования в мире у русского, понимаешь? Он сыграл свою роль, когда мы, обороняясь от врагов, говорили одну шестую часть планеты. Это все здесь тоже, конечно, сказывало. На бытовом уровне немножко, конечно, националист был, но это так, как некоторые симптомы иногда. А так идеология играла свою роль, и имперский русский, в каком-то смысле, я уже в сегодняшнем говорю, он очень внимательно относился к тому узбекской жизни, которая ему нравилась. Ну вся кухня, да, плов там, все дела, вот эти все, все это запросто принималось там. Вообще, русские почему, как комфортно себя чувствовали здесь, и почему вспоминали это там, в России? Потому что первое, получили право остаться самим собой. Все было под русских, идеология, промышленность, там все, да, комфорт. Не нужно было язык учить, не нужно было то, все. Второе, это первое, они получили то, что у них было в России. В России они тоже были сами собой, да? Но они получили второе и третье, чего в России не было. Вечный базар и вечное лето. Ха-ха-ха-ха! Как-то этого нет и роскоши, да? А здесь это получили как комфорт такой. Вот Женя Асташков, да, Буламан, помнишь, он приехал в Россию? Я говорю, Женя, как там в России? Как-то где-то в апреле солнце выйдет, думаешь, вот до октября, фиг там, на три часа. У тебя потом начинается вот, как я помню, когда попал в Кувак, Петербург, я пошел туда Петропавловской крепкой, ну, настроя было, идем, идем, впереди какие-то девицы идут. Ну, а в молодости что интересует, да? Вот, смотришь, а идут, потом до солнца вышло. Смотрим, они уже в купальниках идут. И времени тратят, это вообще на ходу, да, так вот. Поэтому вот это, вот это комфорт, вот это комфорт, да, когда вообще здесь тепло, там, лето, лето сплошное с марта, там, по октябрь, по ноябрь даже иногда. Это большой роль. Ну, и вечный базар, это только сейчас, это только сейчас на базаре из, какой там, в виноград из Перу, да, а раньше это все здесь на базаре было. Здраво, народ. И до революции тоже были, у меня есть журнал «Нива» за 98-й год, там были несколько статей о Фергане, тогда он назывался «Молом Маргелан». Я их по пафосу, по пафосу такого подростка, я пошел, их подарил музею, вырвал, знаете, и сказал, где-то они есть там. Там было написано черты европейской жизни, здесь, ну, в Маргелане, что на велосипедах ездят дамы. Вот, например, это вообще интересная вещь, в том плане, что дамы, да, вот. Дамы, это значит, вот, это уже признак эмансипировости, да, это эмансипация вообще, когда в городе, в городе, да, дамы выездят на велосипедах, причем что-то наподобие велодрома. Нет, нет, это чуть позже, тогда только были первые образцы, как бы, да, вот, это в районе, примерно, Комсомольского озера, вот это. Причем девочке было неприлично ездить на велосипедах, ездили дамы какие-то, так, знаешь, вот, здесь было два электротехнических театра, ну, то есть кинотеатры были, библиотека, значит, было, там, тир даже был, да, вот. Правда, не было еще стадиона, играли там, где придется, но тем не менее, вот, вот, уже была такая, был театр-цирк Витте для приезжих этих концертирующих, или, как сказать, гастролирующих, да, артистов, вот, то есть люди получали, а в городе-то было, даже перед революцией, 16 тысяч всего, ну, в основном, пятая часть была узбеки и там другие нации, а остальные были русские, ну, все были вот, как бы, получались, такая была, такая самодостаточная русская, европейская жизнь. Я, например, узнал у Якова Борисовича Бахариха, который до революции еще жил, он говорил, что в России был закон, вот, журналы того времени и прессу, они должны были, ровно почтальон должен принести, было 9 часов утра, понимаешь, по всей, по всей, по всей Российской империи в это время было, и вот эти, там, знаменитые газеты того времени, где там, печатались, там, Саша Черный, там, например, да, там, или кто-то еще, вот, они вот все приходили и читали, вся там интеллигенция, в основном, конечно, вот, и это было здесь, и здесь так это было, и здесь так это было. Все-таки была мужская гимназия, женская гимназия, прогимназии были, вот тут мы ее посмотрим, там, потом, пойдем в женская гимназия, контингент преподавателей, там, девушки, все, мужская гимназия, а когда это есть мужской гимназии, какой уровень был не только и преподавания, а, так сказать, культурного такого оформления своей жизни. Аклету ставили корневильские колокола, и римского Курцакова, Снегурочку, хор балалайщников был, как-то выглядит, да, хор балалайщников. Они в военном собрании устраивали целые концерты с большой программой, вот, и, значит, это как-то кому-то было нужно, то есть там были все ферганцы, и была и светская жизнь, а в центре, в центре стоял вот этот храм, да, который был, значит, вот, Александра Невского, храм, да, про такой ложный византийском духе такое, да, Игнатий Романович Сакович, 1899 год, да, вот, храм 30, ну, одни пишут 30, другие 29 метров с крестом, 600 человек вмещал, да, в центре города, вот, русский православный храм, вот, значит, и была и церковная жизнь, и светская жизнь, вот такая некоторая самодостаточность. Какие были губернаторы? Город назывался Новый Маргеллан, он, вот такой нюанс такой, да, сам Михаил Дмитриевич Скобелев, это мало кто знает, он был сначала назначен губернатором левобережья, правобережья Фердарьи, Фердарьина всегда делилась на правобережье, левобережье, правобережье тогда уже было завоевано русскими, а левобережье было все в восстаниях, в войне, его назначили там, он уже получил генерал-майора, при завоевании он был, кстати, полковником, так вот, губернатором, вот, и ставка его была на Мангане. Я к чему это говорю? В том, что он уже став губернатором целый год, военным губернатором, а разница была такая, генерал-губернатор в Ташкенте заведовал всем ташкентским краем, и он не мог быть в чинном меньше генерала, а здесь мог быть и полковник, и генерал, и военный губернатор. Он быстро понял, что нужен какой-то русский город здесь, потому что русские здесь встраивались в уже имеющие города, Моргелан, Кокан, в основном Кокан, Тандижан, Манган. Нужен был новый город. И он в октябре 76-го года подал записку генерал-губернатору Константину Петровичу Кауфману, что нужен новый город. Но он не успел. Есть такой миф, что он причастен как бы к строительству города. Нет, нет. Он инициатор создания нового города. Да, Скобель. 6 февраля 77-го года его уже отозвали на театр военных действий с турками. Вот, он там прославился, Шибко Шейнова, да, вот. А город строил уже Александр Константинович Абрамов, другой губернатор, и всего было 11. Вот, но к чему, какой нюанс хочу сказать. Он предлагал по-своему городу, хотел его назначить Ферганск. Ферганск. Потому что Фергана всегда употреблялась в смысле региона. Нет, например, города Хорезм, нет города Сагдиана, да. Это все историко-культурные регионы. Так и Фергана раньше, только в значении долины. Он предлагал Ферганск. А там, когда он ушел, и когда комиссия Александра Константиновича Абрамова искала место для нового города, создала комиссию, там, все дела, 30-го мая, вот, нюанс, они подают записку Константиновича Кауфману проект устройства нового русского города под Маргеланом. 18 июня, это день рождения города, 1877 год, выходит указ, который пишет о строительстве нового города русского убрания, чтобы не травмировать, в Ферганском не назвали, чтобы не травмировать новый Маргелан. Нюансы вроде бы, да? Все учитывали, все учитывали, да? Вот. И после этого вот там началась уже другая. Среди губернаторов были исключительные люди, исключительные. Я уже не говорю про Михаил Владимирович Скобелев, это европейская мировая величина. Александр Константинович Абрамов, да, который начал в городе. Николай Александрович Иванов был тоже. Потом был Николай Иванович Корольков, генерал-майор. Это был человек, любитель ботаник. Но какой любитель? Член зарубежной академии, да? Через которого названо два десятка растений и даже родов растений. Тюльпан Королькова знаменитый, там еще какие-то вещи есть. Вот. Павла Швейковский. Потом здесь было восстание Дубчи Ишона в 98-м году в Андижане. После него сняли Павла Швейковского, поставили Андрея Петровича Чайковского. И с этого времени увеличился контингент войск здесь. На случай, так сказать, каких-то таких восстаний. Но после Андрея Петровича Чайковского с 1901 по 1904 год был Георгий Алексеевич Ариндаренко. Представляешь? Это человек, который был опытным администратором военным, который написал целый цикл статей «Досуги в Туркестане». Личная жизнь Худаяр Хана. Час, а частная жизнь Худаяр Хана. Где узнаешь нюансы жизни последнего каканского правителя. По всеми нюансами и там с какими-то вещами, которые не очень принято писать там, да? Там другая, там, селение Вуадыль, там, андижанское землетрясение. Это были люди образованные хорошо. Достаточно сказать, что, например, один из губернаторов, генерал-губернаторов Градеков, кажется, в 92-м году перевел с французского знаменитый труд нашего соотечественника-маргелланца, Бурхонуддина Маргеллони, который назывался Хидои. Это религиозно-юридический трактат. Он его перевел там из катамол, с французского на, так сказать, на русский, да? Сделал достояние, вот, все. Вот такой уровень был образованности, по крайней мере, некоторых администраторов вообще. Отрицающая вещь. Потом были другие интересные истории. После Николая, после Георгия Алексеевича Андаренко был, покатило. При нем был 1905-й год, революции всякие, на него покушения было. И здесь был базар, который построил Иван Иванович Аксентович. А Фергана – это дети архитектора, да? Эдуард Алексеевич Брун, Георгий Михайлович Своичевский, Бордовский. Значит, он Синклер. И вот этот человек, Иван Иванович Аксентович, судьба, нифига себе. В России за революционную деятельность был приговорен то ли к смертной казни, то ли ссылке, сейчас не помню. Его сослали, разжаловали солдаты, сослали на театр военных действий в Средней Азии. Он тут так себя проявил, что ему вернули офицерское звание. В 1998 году он вышел в отставку, стал архитектором Ферганы и построил вот этот базар, который не имел аналога в Российской вообще империи. Потрясающий базар был, да? Как он помудрился к соблазну в 1905 году, революционный соблазн, и он опять загремел, его арестовали. Потом был Сусанин, не помню имя отчества. Потом был Алексей Иванович Гиппиус Иванов. То есть это было огромное количество, которое, конечно, были русские там или немцы, но это была европейская жизнь, как бы такая объемная, такая стерео-варя, не такой только плоский. Когда было стремление и приобщить местное население к европейским знаниям и обеспечить дыхание и, так сказать, живую вещь для русских, которые здесь жили и которые потом, в советское время, продолжили эту традицию. Потому что здесь жили чиновники, здесь не было рабочего класса, там практически никого. Чиновники военные и гражданские. Вот это вот, они получили потом русскую жизнь, русские привычки. А город был такой удобный, комфортный, европейский. Кстати, где-то я читал, что русская архитектура, вот именно колониальная, отличается русской в России. Вот. Вообще, концепцию европейского города сюда принесли русские, который являлся лучшими улицами, озеленением. Здесь, в современном, тот город, который был до этого, это был город, ну, с такой хаотической планировкой, маленькими улицами. Это все европейское детище. Вот. Это статья, кстати, академика Хакима Азбарова, да, он знал, что писал, знает он, слава богу, жизнь здоров. Вот. Так что здесь многое, что пришло так незаметно, что это казалось само собой разумеющееся. И вот так русские жили, послевоенные. Я некоторых знал, которые здесь родились уже, вот такое, родились там, скажем, 900-е годы. Вот. И есть такие семьи, которые в пятом поколении эфир, да, в пятом поколении. Вот Толкуновый, например, Великанов, вот Юрий Великанов недавно умер, такой удающийся был футболист. Есть семьи, где в пятом поколении, мои там предки приехали в 30-е годы, а здесь вот такие были. Они вот получили, вот. Был такой неуструев один Николай. Мы с ним во время матчей сидели и болтали, смотрели футбол, болтали. Он пацаном, как они были пацаны, то есть, ну, фергане все. А фергане, ну, было, были люди, как бы генералы. Генералы. В России же было много. Почему генералы? Оказывается, все офицеры при выходе на пенсию отправлялись на пенсию с повышением на один, как сказать, грамм. Поэтому навалом было. И вот Георгий Мих... И вот, значит, краснослободский генерал был. Он был начальник налогового поземельного управления. Он был любитель цветов. И вот, неуструю, что мы к нему залазили за цветами, садовод был. Кстати, он где-то в 90-е, вот, в 1900-е годы посадил кофейное дерево. И оно принялось и замерзло только в 1969 году. Ну, такой сорный вариант. И не такой там какой-нибудь. В Касике. А, да. Вот такие были люди, которые, значит, занимались садоводством там, там. Баранеса фон Таден, там Янцин генерал. Прекрасные вообще и чуды. Там Сверданэи, там зимний, зимний, там в парке. Вот какие-то. А парк? Парк. Генерал... Это... Генерал Николаевич, короче. Он любитель, был ботаник, цветов и все такое. И создал такой замечательный парк, где были лианы, тропические, вот такое разнообразие. Все две трети разнообразия парка, к сожалению, погибло во время гражданской воды от недосмотра. А до этого парк... А, что такое парк? В те годы он назывался городской сад. И это... 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 Это, во-первых, субботняя воскресная жизнь. Это... Гонки на велосипедах, в сквере. Это... Это военный оркестр и интеллигенция, которая его слушает, там гуляет, да? Вот. Это, в конце концов, там озеро, там озерцов. Вот. Козерцов... Кстати, козерцов такой момент советско-интересный. Я писал статью о парке, и маме моей говорю, она была жива, я ей говорю... Мам, мне говорили, что там было озерцо во время войны, где школьники катались на коньках. Она мне говорила, мне сказали, Саша, я была из бедной семьи, мы жили на окраине города. Там могли кататься только дети юристов, врачей, там, понимаешь, там, дороги. Потому что это коньки, это ботинки, да? Да? Я не знаю, она сказала. Слушай, такой момент, да, когда история проходит через мою семью, да, она там, она в школу ходила, ей не могли дать деньги, там, давай, там, хлеб с сахаром, да? А еще была сестра, еще брат был, да, бабушка была неграмотно работать, дедушка там тоже простой был, да? Это вот такие вот... Потом тетя стала, там, химиком ведущим, там, папа... Мама главный инженер, там, один, дядя там тоже главный механик. Вот такие выглядели, вот это целая такая... Это характерно было не только для нашей семьи. Колоссальное количество здесь людей в советскую эпоху, да? Они вот так вот как-то вышли какие-то люди в интеллигенцию, в эту, да, и потом продолжали здесь создавать, вот это у вас производить русскую жизнь, да? Это и в твоей семье там был, и в вашей там, вот, если брать тебя, там, братья, да, и маму, там, вот. Это абсолютно характерная, вроде бы, советская матрица, но она была, она была, это было всего. Вот это интересная вещь. Она попала мне лет десять назад. Это виньетка, первый выпуск женской гимназии, именно новомаргелландской, здесь слово новопропущено, маргелландской. Интересная деталь. Педагоги и учащиеся, да, но нету подписи. Почему? Потому что они думали тогда, ну я же знаю, что это Лариса, а это Люда, что это Николай Иванович, да? Не-не-не, теперь это, как сказать, для нас головоломка, да? Это я знаю, что это знаменский директор там, да? Это Кривошейна, главная надзирательница. Это Михаил Николаев, Михаил Николаев, это он был священником там. А других, например, некоторых я не знаю, и тем более вот этих девиц. Это 904 год, вот. И такая была первая виньетка. А вот это жизнь студенческая, вернее, это, стоит это записать. Вообще, с образованием школ, с образованием гимназии, а здесь были гимназии и прогимназии, ну прогимназии на один год просто меньше было. Вот. Какой момент? Это жизнь учащихся, это подростки, это все, это особый мир, да? Да? Причем занятия были, оказывается, с 15, что, августа по 15 июня. Не с 1 сентября это так вырубало, вот когда слышишь, ну как пойти раньше, как будто ты недоотдохнул. Ха-ха-ха, да? И, короче, потом были большие каникулы, рождественские и пасхальные, вот. Причем классный руководитель появлялся, например, учащийся и говорил, учащийся, что там в городе будут показывать фильм «Кармен», театр был «Аполло» и театр «Макса», электрический театр, то есть кинотеатр. А там, видимо, были сцены с поцелуями, и они говорят, что школьникам, учащимся гимназии, запрещено посещать. С родителями или без оных, им нельзя было появляться на вокзале, в Ермазаре, нельзя было с родителями на вечерние спектакли ходить. Какие-то такие вот вещи были, вот. Но у них даже такой нюанс, который вообще как-то вырубает. У них была аллея в самом парке, называлась Брехаловка, где собирались гимназисты, не девушки, только юноши, и просто тусовать. Ну, мир того времени, да, вообще. Но самое здесь интересное было, когда были вечера, совместные вечера мужской и женской гимназии. Вот. Значит, есть воспоминания в единственном числе в музее, где вспоминают, значит, о том, что был совместный вечер, где-то 907-8 год. Он пишет так. В первом отделении был водевиль на французском языке, себе нифига, значит, спокойно грители понимали, в котором участвовали девушки женской гимназии. Во втором отделении был уже на русском языке, в котором участвовали преподаватели мужской гимназии и девушки женской гимназии. И дальше такая деталь очаровательная. После этих двух спектаклей был танцем под духовок. Я ушел бы, но на танцем была Таня Слотская, дочь полковника, красавица, которая вдыхала половину гимназистов нашего рода. Где ты, Таня Слотская, какая у тебя судьба? Если ты 907-8 год, то к 17-му году ты уже должна была выйти замуж, родить. А дальше что? Париж, эмиграция, или красный командир, или убили, да, Таня Слотская. А вот через этот жест, вот, человека, который оставил эти воспоминания, да, тут остается, да, в Азии, в театральные вечера, в танцах, в духовоке, даже салют был на Маргеллан-Саре. Мало кто знает, что Фергана с 70-го года по 91-й занимала первое место в Средней Азии по количеству проданных книг на душу населения. Всегда второй был Алма-Арта, и всегда третьим Ташкетом мы были всегда первыми. Общереспубликанское было 2,40 на человека, а в Фергане было 4,20. Почему я это знаю? Потому что я был дружен с директором книжного магазина Михаил Саныч Ванштейн. Да, то есть это такой гигант этого дела, да, и он все это знал, вот. И поэтому у меня, кстати, и библиотека, у меня 4 тысячи книг там, причем в те годы, когда я играл в «Что, где, когда» в Москве, ну, был такой период, помелькал, вот. Мы привезли, здесь был первый ведущий, Владимир Яковлевич, как его фамилия была сейчас, он сюда приезжал, отбирал нас. Мы туда приехали с подарками, вот такие книги, «Пирюшо», например, «Ренуар», здесь я мог их достать, в Москве это ниже замминистра никто не мог, это просто назвать, вот. Поэтому, кстати, мы ему привезли в подарок и эту, такую вещь, которая вырубила его больше, чем там, он был уже человек в славе, у него был «Мерседес», там он три академии закончил, да, Ворошилов, Владимир, вот. Но мы привезли ему в подарок, это был май месяц, а он уезжал 3 апреля, когда все цвело, вишня, черешня, да, цвела. А мы ему привезли черешню, скороспел. Это было, это было 2 мая, мы привезли, а значит он 3 апреля уезжал. И он говорит, ну, Ролей, что это столько в холодильнике пролежало, он говорит, да нет, это с дерева, чепуха, не может быть, как это все-таки, это, так сказать, да, генерация, это вегетация, да. Нет, уже была, скажем, черешня. Это, кстати, очень важный вопрос, пускай он оставит, потому что я сейчас скажу, у нас все время забывают, когда говорят, что Россия всегда крепостное право, и говорят по сравнению с Европой отсталость, да, был период, когда надо было бы, может быть, раньше его закончить, но почему она возникла? Потому что вегетация в нашем полисе всего 7 месяцев, а в Европе было 9. И поэтому зона рискованного земледелия, а когда государство разрасталось, необходимо было большое количество налогов, а Россия это урожай, не урожай, урожай, не урожай, люди, налоги убегали, всякие казаки, мазаки, да. Как осталось закреплять? Я с ним право. Вот так есть причины для этого, да, и это Запад не понимает иногда, когда эти века Россия. Позади нас, значит, теперешний Центральный Дом Культуры, вот, с такой широкой деятельностью все советские годы, он как бы был центром притяжения, а в начале, в советское время, это 20-е, 30-е годы, 40-е, 50-е годы, это было училище. Архитектор Эдуард Андреевич Брун, вот, значит, ну, как раз винетку, которую я показывал, это вот первый выпуск 1904 года был вот в этой гимназии. Типичная архитектура того времени царского, да, вот, такая узнаваемая, наверное, и в России такие были дома. Ну, теперь вот его, ее перестроили. Мы на центральной площади города Ферганы, позади нас памятник Альфергани. Альфергани, конечно же, город назван не в честь него, вот, а в честь самого региона. В 1924 году его назвали Ферганой. А это памятник великому географу и астроному. Вот. Он родился в Фергане, но основная деятельность была в Багдаде, в Каире. Это великий ученый, основоположник проективной математической географии. Он просчитал объем земного шара. Его письменная работа помогла Колумбу правильно организовать экспедицию, когда он открывал, так сказать, Индию в западном направлении. Вот. Поэтому это великий ученый. И, конечно, как созвучный Фергане и стоит этот памятник. В советское время здесь был памятник Ленину, здесь был сплошной асфальт, и были различные демонстрации и парады. Но сегодня, пришли в среду мы походим. Это начал первая. Теперь я буду у Central, mentions vu годuras, каждый кeras появилось прятано. �курная реакция может появиться В России и выпуска возвращалась, но Christmas will lead ahora, а теперь мы принять восемки. Важно говорить в эту сторону, то есть отсюда туда. Мы на Маргеллан Саи. Это сай, то есть река, которая протекает через город. А мы понимаем, что водные артерии это древнейшие географические основные объекты любой страны. Страна вообще всегда отличалась тем, что она окамлялась или какими-то горами, или какими-то там реками. Вот Маргеллан Саи. Ему десятки тысяч лет. Он впадал раньше в Сардарью, как и остальные 14 притоков. Сейчас, как и многие они, они питают какую-то часть там своей. Но в основном такую именно функцию орошения, конечно, он в древности играл. Дело в том, что мы находимся у черты очень важной. Если сейчас посмотреть вот в эту сторону, посмотри туда, да, то это была Айкумена древнейшей Ферганы. Потому что, здравствуйте, Фергане как городу русскому 142 года, а поселению на месте Ферганы, которое называлось Сым-Тепе, более 2200 лет. И мы, собственно, делаем панораму бывшего поселения Сым-Тепе. А здесь была та река, которая снабжала его поля водою. Вот. Ее забирали выше по течению. И поэтому, вот, археологи делали раскопки. Огромные хумы и другие предметы материальной культуры находятся вот в этом музее. Вот мы находимся около областного краеведческого музея. Вот. Нового здания. Оно, вообще, музей-то существует еще с 19 века, но вот новое здание, где вся материальная культура, вот, снята того времени. Вот. Но вот это очень важный момент насчет Сым-Тепе. То есть, получается, у города есть как бы две даты. Да, как русский город, он 142 года, а как поселение 2200 лет. Он еще помнит, когда в эту долину приходили китайские войска. В 1101 год до нашей эры вобрена императора Уди. Здесь была военная экспедиция, когда Китай на время завоевывал Фергану. Правда, потом быстро освободились, но все равно это впечатляет, да, когда мы в городе. Вот. Российское государство всего имеет, там, 1100 лет, да, там, чуть больше, да, истории. А здесь мы находимся в местах, где каждый кишлак старее Москвы практически. Вот это Сым-Тепе. Потом мы его чуть поближе там посмотрим, но в основном это вот такое вот место. А вы когда были маленькие, вы здесь бегали, прыгали, играли сюда? Мы играли там, около себя, на окраине, но что мы делали, мы вот по этому саю катались на баллонах. Вот отсюда, на баллон, это вот этот, который баллон есть от грузовой машины, да, надували его. И вот оттуда, потому что дальше там был, это самое, водопад. Отсюда, прямо до Ермазара, это примерно с километра там полтора-два, мы доезжали, а там дальше опять водопад. А там выходили, это было, да, подростками, подростками, это было, вот, какие это годы, 50-й год. Вот, теперь мы пойдем там, значит, пойдем туда, то место, где основался старый город Сым-Тепе, а потом в театру выйдем, там еще. Браво. Вот, чтобы и колесо, и в ту сторону, вот так, да, мы находимся в городском парке города Ферганы. Название у него в честь Арфергани. Вот, интересно это место, почему? Потому что вот позади нас смотровое такое колесо, а рядом с ним раньше как раз был центр поселения Сым-Тепа. Потому что город построен на землях трех кишлаков Сым-Тепа, Сим-Кишлак и Чарингян-Кишлак. Они немножко в другом месте, а вот самое основное поселение здесь. Вот, это было поселение, которое было 2200, может быть, лет до нас, то есть до нашей эры, 200 лет до нашей эры. Вот, и еще в 50-е годы оно представляло собой холм, в котором можно было узнать, что это было раньше, ну, какая-то центральная часть этого поселения. Потом археологические работы, перед тем, как его срыть, 56-го, 57-го года, они здесь раскопали всю материальную культуру того времени. Поселение было от этого места в разные стороны, примерно, ну, на меньше километров. И в одну сторону, в другую. Это были окружающие поля, которые кормили, и все. Ну, а мир того времени, понятно, это бедная материальная культура, это трудность выживания, вот. Но, тем не менее, китайский путешественник Сюаньцзянь пишет, что сама Ферганская долина была достаточно таким интенсивным местом. Здесь было 70 городов и селений в то время, было свое какое-то население. Кстати, ферганцы научили китайцев какие-то там земледельческие вещи, вот, так сказать, они отсюда попали в Китай, в том числе знаменитые лошади ферганские. Так что это место, сейчас его не узнаешь, обыкновенное, так сказать, оккультуренное все, но когда-то это было единственное в округе, вот, 2000 лет назад, единственное поселение. В принципе, осталось три, три объекта, и мы на этом закончили. Чинара, это благородное древнее растение, оно здесь жило 50 миллионов лет назад, вот, когда еще здесь были горы вокруг Сарматского моря, вот. Вообще ферганское, несколько слов сейчас скажу об этом. А вот мы заговорили о деревьях, о чинарах, благороднейшее растение, благороднейшее дерево, которое и в Берлине, и в Париже, и у нас оно, основа нашего города. Ну, оно частично пострадало, когда расширяли там улицы, вот, но все-таки на многих улицах еще это осталось, вот. А чинары здесь росли еще 50 миллионов лет назад и раньше. История Ферганея, как местности, это часть Ферганской долины. Ферганская долина 600 миллионов лет назад представляла собой всего лишь дно океана Тетис. Примерно 230 миллионов лет назад, начиная с Триасового периода, здесь начался озерный период Ферганской долины. Это озера пресноводные, это знаменитые большие крокодилы, это динозавры. Вот где мы сейчас стоим, это бегали динозавры. Кстати, многие академики советские в то время как раз защищали диссертации на материале ферганских ископаемых, да. Вот, это все, это 230 миллионов лет назад, до 66 миллионов. Потом опять морские воды сюда пришли, и Фергана стала заливом Сарматского моря. А примерно 20 миллионов лет назад вода ушла, и началась уже суша такая капитальная. И окружающие горы стали подниматься, и как бы история Ферганы, а уже начиная примерно с миллиона лет, здесь появились первые палеантропы. Вот, потом уже, видимо, неодертальцы. И уже вот верхний палеолит 40 тысяч лет назад. Вот, это уже хомо сапиенс, это уже сначала различные, как сказать, археологические культуры. Вот, а примерно со второго тысячелетия до нашей эры пошли земледельческие культуры. Вот, история Ферганы – это взаимодействие земледельцев, местного населения, и кочевников различного рода, когда они одомашнили верблюда и одомашнили лошадь. Вот, и вот их история взаимодействия – это и есть история Ферганской долины, как регионов, в которые потом возникали города. Здесь каждый город, там, Ошнаманга, Андижан, там, Маргеллан, они им больше двух тысяч лет. Вот, и вот про СНТП, которые мы говорили, оно такое же. Это вот объект, который строится, да, это, видимо, центральный спортивный зал, которого не хватало в Фергане. И оно построено теперь на парковой зоне военного собрания. Мы знаем, что до революции архитектура, особенно такая репрезентативная, она требовала парковой поддержки. И вот военное собрание и дом губернатора, которым мы еще заснимем, они вот такими ими были. Но это место теперь использовали вот для, будет центральный дом. А дальше мы подойдем к военному собранию. Кстати, оказывается, до революции не было нумерации домов. Просто был там дом, там, Карбунова, там, дом Соколова. И дальше какие-то жители, вот, если это был общий дом. Сейчас я скажу несколько слов, когда мы встанем там. Позади меня одно из знаменательных зданий Ферганы, вернее, зданий нового Маргеллана Скобелева Ферганы. Это военное собрание, позже, дом офицеров. Архитектор Синклер. Какого уровня давали образование в царской России, что человек, сидя в палатке, спроектировал в 78-м году такое замечательное здание, репрезентативное, лучше которого только появились, может быть, в 30-е годы кое-где и то. Военное собрание. Здесь были офицеры. Здесь они проводили время. Но здесь была и культурная жизнь. Здесь были замечательные вечера русской, как бы, вот этой диаспоры, которая здесь была, вот, устраивали театральные, музыкальные, выступал там какие-то коллективы того времени. Позже, вот, а, город, когда возникал, он возникал по стандарту военно-административных центров России. То есть все города такого плана имели крепость. И она уже сейчас почти сошла на нет. И вот так радиально, значит, от него веером расходились основные проспекты. Это был Махрамовский проспект, Самаркандский проспект, это был Абрамовский проспект, Константиновский проспект и радиальные улицы, которые носили название городов. Это Андижанская, Ожская, потом пошла, значит, губернаторская, потом Петербургская, Московская, военная, Исфоринская и так далее. Вот, это вот такая планировка города, она была как бы стандартная. Вот, и вот это военное собрание, это был один из таких сразу построенных городов. Потому что сначала строили силовые ведомства, штаб войск, областное управление, дом губернатора и в том числе военное собрание. Оно колоссальную роль сыграло в жизни ферганцев. В советское время здесь проходили Новый год, для городских мероприятий были, вот эти все эти новогодние вечера, танцы, вот, кинофильмы. Вот этот парк, который позади этого военного собрания, здесь был летний кинозал, вот. И, например, моя мама здесь до военные годы слушала концерты там, например, Рашида Бейбутова. В военные годы здесь была Лидия Русланова, в советские годы после войны основные звезды сюда приезжали. Саша Абдулов здесь проходил свои жизненные первые университеты и в кино, в кинотеатре, и в бильярдной, которой он был. Он был такой парень, так сказать, был, который был на «ты» со всем, что здесь в фергане было, и с интеллигенцией, и с неинтеллигенцией, вот. Это вот все дом офицеров, это все то время, вот. А мы вот здесь, я говорю, проводили вечера новогодние. Я учился в музыкальном училище, у нас своего зала не было, и мы здесь проводили. И было все время толпы мальчиков, которые знали, что в фергане такие в музыкальном училище красивые девушки. Ну и танцы, вот это непонятная вещь, это же эмансипированное общество, которое позволяет себе иметь танцы. Да, на танцах могло все случиться, могли быть там разного плана девушки, все, но это была часть эмансипированной жизни, часть публичной реализации себя, человека, кинотеатры, которые в то время все ходили в кино, да, различные кинотеатры, другого не было до телевизионной эпохи. И вот эти танцы, это все вот фергана, моя мама девушка здесь на танцы ходила, вот, еще до войны, вот, потрясающие здания. Здесь был первый бальный, по бальным танцам первый конкурс, спелая филотеристическая выставка, вот, здесь была, значит, он такой был один из культурных центров в то время, значительных. Да, архитектор его, Синклер, да, я уже говорил, остроил его Сергей Валентинович Лиханов, о котором мы скажем потом немножко. Я, кстати, это не говорю, но я здесь учился в музыкальной школе, когда школ не хватало, вот, и здесь была частная школа, моя мама платила 100 рублей до 61-го года, 10 рублей позже, чтобы ее сын закончил по фортепиано музыкальную школу. Это вот в этом крыле, вот, шестое окно, я приходил в класс, у меня были замечательные педагоги, Есёв Михайлович Гизарян, Маслов, Нацакамов, вот, были замечательные педагоги, которые меня подготовили, и я за это теперь всю жизнь получал какие-то там деньги, работая педагогом, преподавателем. Перед нами панорама позади далеко университета, то здание, которое появилось уже в советское время, в 30-е годы, вот, но оно же было на базе мужской гимназии, о которой я скажу несколько позже. А, кстати, кстати, вокруг, вот этот пояс, здесь со всех сторон улиц жила чиновники, интеллигенция, с той стороны, с этой, с этой, вот, жили те люди, которые, вот, составляли костяк ферганской власти, вот. Вот, сейчас их уже, конечно, там нету, все, да и домов тех нету, уже совсем другая архитектура, другие значения. Мы находимся в центре города и здание, которое определяет архитектурный облик центра города. Это дореволюционная мужская гимназия. Когда-то, в начале основания города, она была часть парка, но потом ее отчуждали, отчуждили для того, чтобы сделать мужскую гимназию. Вот, юношество ферганы не имело своих таких учебных заведений, средней ступени, родители должны были отправлять в пансионы, в Ташкент. Но потом появились вот гимназии, прогимназии, женская гимназия, мужская гимназия. Это знаменательная, во-первых, с архитектурной точки зрения. Вот, а это Георгий Михайлович Сваричевский, архитектор. Вот, замечательный архитектор, который работал в центре, в Ташкенте, но создал несколько вот в Сергане таких замечательных заведений. Вот это Алокабанк теперешний, это было гренажное заведение Евтихиди, оно, правда, там немножко дальше, а вот именно мужская гимназия, вот, это Георгий Михайлович Сваричевский. Здесь была парковая зона позади него, потом в советское время достроили еще одно здание. Вот, ну, здесь учились, значит, вот наверху, например, вот с правой стороны, вот с этой, была зальная церковь. То есть учебный день начинался с того, что учащиеся приходили здесь, и был молебен, а потом было все. За какие-то провинности, ну, например, такую, как не слишком рьяно бросаешь шапку во время, с поздравлениями, во время, там, именин государя или так далее, ну, и прочие промашки, там, их оставляли после обеда, до вечера они занимались там, без обеда, занимались, значит, там, какими-то нагрузками. Вот. Таким образом, вот это здание, оно, значит, в те годы, это была мужская гимназия, а вот как раз здесь учился тот Благовещенский, который поставил воспоминания о вечере в женской гимназии. Вот. А, значит, с этой стороны здесь был храм, это была центральная площадь, которую я в открытках показывал, значит, Александр-Невский собор 30 метров с крестом, 600 человек вмещал, и соборная площадь. Справа от этого храма, в ту сторону, сейчас его нет уже, было областное управление, штаб войск. С той стороны были другие силовые ведомства, было, значит, полицейское управление, был банк, была почта. А там дальше будет, о чём у нас ещё разговор, была резиденция губернатора, который руководил всей Ферганской долиной, которая называлась Ферганская область. Кстати, в этом здании были знаменитые люди. В Фергане были, например, Фрунзе, Зиновьев, это советское время, да, а до революции Александр Фёдорович Керенский. Русский премьер здесь имел 2-3 своих, после окончания Петербургской университета, он был, как известно, юрист. А папа его осуществлял в 90-е годы, до 10-го года, был, так сказать, смотрителем всех учебных заведений Туркестанского края. И он учился в Ташкенте, в Геннадии, Александр Фёдорович Керенский. А ведь до этого он был где? В Симбирске, да, где Ленин был. Это он дал Ленину отличный аттестат, у которого четвёрка была по логике, да, и дал лучшую характеристику в Казанский университет. И потом он попал сюда, тут его сын, значит, учился, а потом здесь у него были дела. С архитектурной точки зрения Фергана, как и вся жизнь в Фергане, делится на древолюционную, советскую и эпохи независимости. Вот перед нами, пожалуй, центральное здание архитектуры древолюционной Ферганы и советской. Вот, сейчас оно уже такого музейного характера, что ли. Это, значит, резиденция губернатора Ферганской области, в которую раньше входила вся Ферганская долина. Было 11 губернаторов, начиная с Михаила Дмитриевича Скобелева, который Фергану не строил, но был инициатором создания Ферганы. После него был Николай Александрович Иванов, потом был Корольков, потом был Павла Швейковский, Андрей Петрович Иковский, Георгий Алексеевич Арендаренко, Покатило, Сусанин, Гиппиус и Иванов. Вот эти администраторы, вот, первые 4-5 не знают, где жили, а остальные жили вот в этом здании. И архитектором которого является Сергей Валентинович Лиханов. Это замечательный человек, который работал сначала в канцелярии, или, как сказать, в обойме генерал-губернатора в Ташкенте, но ушел сюда, чтобы руководить строительным отделом и архитектурным Ферганской области. Вот он создал такое замечательное здание, репрезентативное. Вот, здесь была резиденция губернатора. Первый этаж был перестроен, вот, под нужды театра, фойе, а до этого здесь был кабинет губернатора. Вот, а второй этаж не перестроен до сих пор, там была семья губернатора, жила. Это очень красивое здание со стрельчатыми такими арками в духе немножко восточном, вот, сделано. И здесь много знаменательных событий, ну, начиная с того, что отсюда шло руководство всей Ферганской областью, кончая тем, что здесь были замечательные вечера. В советское время здесь был театр узбекский и русский. И, кстати, маленький нюанс, у Майи Пресецкой, по-моему, родственники Мессереры, тут даже умудрилась в 20-е годы в русском театре, тогда он еще как бы был частью узбекского, работать ее тетя. Вот. Здесь, здесь был штаб во время гражданской войны, здесь Фрунзе, который, кстати, знал, почему он так ладил с басмачами, ведя переговоры, заставая их сдаться, потому что он прекрасно владел и киргизским языком, и узбекским языком, да, вот такие были здесь. Вот. Ну, а в советское время это царство, в основном, 30-е, 40-е, 50-е, это театр, русский театр, узбекский театр, вот. Вот. Ну, больше всего оно ценно с архитектурной, конечно, точки зрения, это видно. А напротив него, вот в той стороне, там сквер. Вот он, если парк заложен на почти 9 лет позже города, то это одновременно с городом. Город в 77-м году, а он в 78-м, 79-м году был заводен. Интересно, что в эпоху независимости, когда началась, его там перестраивали и нашли клад, вативный клад, который был на счастье зарыт при основании города и этого парка, этого сквера. Здесь проходили, я уже говорил, велогонки по воскресеньям, гуляния. Вот. То есть, это был такой настоящий... Здесь есть такие экзоты, деревья, там канадские багряники, удино там дерево по-другому называется, синик-унаби, еще какие-то, я не помню названия. Это был замечательный сквер. Вот. В советское время здесь было по-разному. И детский парк, и просто был тоже сквер. На углу был пингвин, который построен в 67-м году. Это тоже знаковое здание для отдыхающей ферганы. Все дореволюционное и все советское время. Сейчас вот его как-то перестроили. А вот дальше, на углу, там была улица Губернаторская. Губернаторская. Вот это справа от нас, эта улица была Абрамовская в честь губернатора, генерала Александра Абрамова. А там была улица, на которой находились основные торговые тоже здания. Вот. Например, с той стороны там был и шляпный магазин, и кондитерский. Был магазин, и магазин... Кстати, магазин Кислова, не знаю, родственник он или нет. Был галантерейно-модный магазин, и Бреева, и Василиса Герасимовна Мишина, которая книгами торговала. С той стороны там был магазин Гордона, аптечный магазин. Вот. И был кинотеатр Аполло. В советское время знаменитая новая эра. Вот. Кстати, который до революции был создан первый узбекский, по национальности были все, диховой оркестр. А дальше шли магазины, там, Захо, Каплана, там, они назывались магазин часов. Магазин часов и ювелирных изделий. Магазин Воронова, кофейни Якулова. Не знаю, где она была, но была на этой улице. Вот такая была знаковая улица. В основном торгово-магазинная такая была, вот по этой улице, которая называлась Губернаторская, и часть ее была Абрамовский проспект. Субтитры создавал DimaTorzok